Всем привет! Сегодня 9 января в новом году, да, в 2020-м. Кстати, поздравляю всех с Новым Годом, так как у меня еще не было, скажем, видео с голосом, да, или с моим сопровождением в этом году. Так что всех с Новым Годом! Ребят, видео, скажем так, будет коротким, так как обновлений мало. Было обновление прошлый четверг, я не стал снимать, так как я о нем предварительно говорил. Это был Грааль Мелкий, да, Битва Мирян. Также добавили иены, и, соответственно, вот я сейчас покажу, то что вот добавили дополнительно еще пару слотов скрытых иенов, да, вот. Они стоят 500 магических камней, 5 миллионов золота и 600 и 6 миллионов золота, соответственно. Как я и говорил, то есть иены нам растягивают, не как на Китае дали все 10, нам будут давать их постепенно по 2, по 2, как бы, чтобы хоть какие-то обновления были. Вот, дальше что еще было, это вот то, что я говорил, да, это вот Битва Мирян. Все-таки есть уже кнопка, это Грааль, Грааль для всех. Был он в прошлую пятницу уже, то есть все, кто хотел, мог уже поучаствовать в нем, попробовать. Также он будет в эту пятницу не пропустить, и кто пропустил в прошлую. И суть в чем, все, кто не попадают в топ 200 монументов, попадают рандомно, вообще в совершенно рандомных патий попадают на Грааль. И я так понимаю, там примерно 20 на 20, ну, в таком количестве. Вот. Суть в чем? Суть в том, что разброс сумасшедший по левелам, то есть бросает сотых на 240-х и тому подобное. И там, будь вы красавчик, 150-й, вам ничего не поможет, если против вас 240-х. Даже если они плохо прокачаны, то все равно они 240-х, и это уже по факту дает им большое преимущество. Вот, ребят. Так что, совершенный рандом в Граале. Баланса нет никакого в Граале новом, маленьком. Ну, как бы, спасибо просто за то, что еще какие-то заслуги, да. Вот, в принципе, награду мы можем посмотреть. Награда очень неплохая по заслугам, да, в принципе. А, 50. Ну, всего 50 человек, 25 на 25, значит, бросают, да. Даже минимально просто зайти, и уже 3,5 тысячи славы, заслуги, говорю, славы. То есть, очень даже неплохо. Ну, я считаю, что это хорошо. Вот. Так что, все, кто хотят, могут поучаствовать. Также добавили на китайском, не китайском, вру, на японском сервере впервые увидели. Новые облики оружия, в принципе, довольно неплохие. Мне понравились дубина на воина с шипами, очень крутая. И эти, не вилки, а чакрамы, да, для упыря тоже неплохо. Одно только что на мага. Ну, вообще, фантазии 0, даже такая, по-моему, пушка есть у мага. Бесплатная, если я не ошибаюсь, только другого цвета немножко. Так что, вот так. Ну, то есть, упырь ок, воин ок, а на мага так себе. Ну, хоть где-то в маге потеряли буст, скажем так. Ну, не буст, а визуально какой-то эффект. В принципе, это все. Никакого больше такого крутого обновления не было. Новый год, все отдыхают, нам дают какие-то уже заготовленные обновления. Ничего такого прям крутого нам не дают. Ну, будем надеяться, что в скором времени они выйдут с новогодних праздников и что-то нам запилят интересное. Вот, в принципе, всех еще раз с Новым годом. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok